Не утихают страсти вокруг опубликованного видео из ОТБ номер один в Саратовской области. На этой неделе появились новые кадры, ну там не из ОТБ, а вообще кадры пыток в российских колониях. Это новые, да, появились? Новые видео, да, вот буквально сегодня что ли опубликовал ГУЛАГу нет вот этот вот материал. Примечательно другое, что происходит в Саратовской области. Ну понятно, там дела возбуждаются, какие-то проверки там грядут, ставится вопрос о том, насколько вообще результаты расследования преступлений вот этих заключенных как бы были правдоподобными, правомерными, да, и, соответственно, приговоры, возможно, придется отменять. Интересно несколько моментов. Во-первых, ну незадолго до вот этого публикации колонию посещал, ну вот местный батюшка, кто у нас тут главный вот священник. Вообще там часто проходили все эти крестные ходы там и все остальное. И он, в общем-то, главу ведомства награждал, значит, за развитие духовной нравственности или чего-то такого. Вот этого Федотова, который сейчас, значит, отставку подал, начальник УФСИН по Саратовской области, награждал за, значит, развитие духовной нравственности или чего-то подобного, могу сейчас соврать. Не менее интересно, что прямо накануне публикации видео ОТБ номер один в Саратовской области посещала уполомоченная по правам человека в Саратовской области. Сказала, что все хорошо, никаких жалоб. Это в России? Нет, по Саратовской области я же сказал. Да, сказала, что, ну, никаких, в общем, жалоб от, ну, как это, заключенных не поступало. Вячеслав Володин прокомментировал, значит, сообщение о том, что произошли пытки. Говорит, ну, во все виноваты гражданское общество. Гражданское общество? Не те, кто пытал, как бы, да? То есть мы тоже, что ли? Ну, мы, вот ты часть гражданского общества. Ну, вообще, да, как бы я тоже гражданского. Ну, вот, я не знаю, может быть, у Вячеслава Викторовича свое какое-то гражданское общество, вообще свое общество. Ну, не знаю, там, ООО, может быть... Нет, я не виноват. Почему я виноват? Ну, мы все виноваты, вот, понимаешь, все вот... Слушай, а знаешь, я, как бы тебе сейчас это не резанул слух, согласен с Вячеславом Викторовичем. Общество виновата, потому что знает об этом и молчит. Знает о пытках людей и молчит. Скажи мне, ты до вот этих страшных событий в Саратской туберкулезной больнице знал, что людей пытают? Ну, я предполагал. Предполагал, да? Ну, то есть для тебя это не пипец какая новость, да, неожиданная? Да. И, скорее всего, большинство жителей тоже знают, что пытки, скорее всего, есть. Слушай, ну, да, конечно, я сразу на упреждение срабатываю. У нас даже были дела, по-моему, Артем Сотников у нас даже погиб в результате вот каких-то таких действий. И это ни к чему не привело. То есть, иными словами, каждый, кто знает о преступлении и молчит, является пособником. Является соучастником фактически этого. То есть, мы с вами знаем и ничего, неровным счетом ничего не делаем, чтобы это изменить. Мы знаем о том, что людей сажают за их политические убеждения. Что такого в России нет, что ли? Есть. Мы знаем, что журналистов сажают в тюрьму, как Голунова, например, с подкинутыми наркотиками. Или Устинова, который якобы там сотрудниками полиции там какие-то причинил им там увечья. Мы же знаем, что этот беспредел происходит, и мы знаем, что будет происходить завтра. И молчим. Каждый из нас знает причину этого процесса. Мы же понимаем, ну, скажи вот мне ответить на вопрос. Ты же понимаешь, что люди, которые пытают, сотрудники, которые пытают, они виновны и должны быть как бы уволены и привлечены к ответственности и брошены за решетку. Но мы же понимаем, что если это произойдет, пытки не перестанут происходить. Да, конечно, и такие случаи были. Потому что они исполнители, а заказчики наверху. Заказчики на очень высоких, кожаных, мягких, очень дорогих креслах сидят. И они выстроили систему. Саратов, что там, Брянск, да, по-моему? Да вся страна. Вся Россия, везде, по всей стране, разные люди, разных воспитаний, возрастов, культуры, опыта жизненного, разными, блин, я не знаю, звездочками на своих погонах, занимаются одними и теми же преступлениями. То есть они пытают людей, независимо от их национальности, вне зависимости от их, я не знаю, финансовых, я не знаю, доходов, заработка. Они исполняют эту установку. Иными словами, руководство наверху, которое выстроило вот эту страшную, чудовищную, преступную систему. Мы все об этом знаем и молчим. Как это должно бы было произойти в цивилизованном обществе, в развитых государствах и обществах? Люди должны выйти на улицу и отправить власть в отставку. Не бить по хвостам, не бороться с последствиями. Причину устранить. Вот этот гнойник убрать, устранить. И в этом случае последствия будут автоматически разрешены. Потому что в этом случае наверху руководство, узнав, да, ну, представляете, вот, если вы меняете федеральную структуру власти, да, и на ключевые позиции приходят люди, которые имеют установку разрешить проблему, а не хапнуть оттуда денег. И они понимают, что если они вдруг сойдут со своего правильного пути, их бросят за решетку. И неприкасаемых нет. И не важно, сколько они наворовали, и не важно, кто у них родственники. Они все сядут в тюрьму. И это будет такой запрос, объективный запрос и реальность, которая заставит людей работать честно. У них будут хорошие зарплаты, у них будет уверенность в завтрашнем дне, у них будет почет и уважение общества. Они будут наделены возможностями. И, естественно, они будут эти возможности реализовывать в наших с вами интересах. Сейчас совершенно другая ситуация. Сейчас там сидят люди, которые заинтересованы, чтобы эта машина функционировала таким образом. Почему? Потому что это очень удобно. Это запугает остальных, заставит их молчать, трястись. А те, кто не будет молчать, не будет трястись, они поместят в эту парадигму и убьют его там. Там убьют, в прямом смысле слова, человек умрет или будет искалечен. Будет просто невосполнимый урон и ущерб для здоровья, что он физически не сможет дальше бороться за права своей страны, граждан России в целом. Вот для них это очень удобно. Во вторую очередь это дополнительные финансовые возможности. Потому что там на воле остались люди, которые обижены, люди, которые хотели бы отомстить. И они готовы за это заплатить. И тут, представляете, пришел накормление какой-то местный царек, который руководит этими ФСИНами или какими-то структурами МВД. И он говорит, слушай, а как мне зарабатывать-то как? И мы говорим, а вот у тебя возможности все. Иди, люди к тебе будут приходить. И говорят, там есть человек, вы там можете его прессануть. Понимаете, да? Для них это выгодно для всех. Но мы с вами, все друзья по несчастью, мы все с вами заинтересованы, чтобы это изменить. И поэтому, когда я слышу фразу о том, что виновата общество, общество виновата не в том, что из-за нас с вами, из-за нашей с вами преступности или продажности мы вот, значит, эти преступления все с вами совершаем. Нет, это неправда. Преступления совершает власть. Единая Россия, чиновники высокопоставленные, они своими руками эти преступления творят. Мы же виноваты в другом, что мы допускаем, позволяем этим преступлениям совершаться снова и снова. А виновникам позволяем уходить от ответственности. Мы знаем их, мы понимаем, как это исправить. И молчим. И вот в этой части, я согласен, общество действительно виновата. Как не устаю повторять эту фразу. Народ достоин правительства, которое он имеет. Помните, да? Не бойся там, как это, насильника, он просто изнасилует. Не бойся убийцу, он просто убьет. А вот молчанов и тех, кто знает, видит и молчит, вот их нужно бояться. Потому что с их молчаливого согласия происходят все преступления в нашем мире. Поэтому, да, действительно, с этой позиции я борюсь, но борюсь недостаточно. И мы с вами не согласны и выступаем против, но недостаточно. Нам нужно быть еще активней. И в этом случае, да, конечно, когда вокруг этих проблем будут миллионы людей, объединены, да, сплочены. В этом случае, да, у власти не останется никакого другого выхода, кроме как уйти просто и сказать, что все, ребят, все, нам, вы все поняли. С вами просто проиграли, да, и поэтому мы уходим. Ну, вот, собственно, похожим образом и поступила полномочная по правам человека в Саратовской области Надежда Сухова. После того, как заявила, что, значит, жалоб не поступало, она была 30 сентября вот в этой ОТБ номер один, и, в общем-то, все было, говорит, хорошо. Она заявила, что, возможно, пенитенциарная система нуждается в серьезных реформах, и эти изменения должны проходить с активным участием институтов гражданского общества. Так их уничтожили. Но при этом на вопрос о том, какие именно изменения она предложила бы, Сухова ответила, что, ну, этот вопрос нужно изучать, ситуацию, там все очень сложно. Да, да. Самое интересное, что после всех вот этих заявлений вот эта вот прекрасная женщина ушла в отпуск. Просто на фоне всего вот этого дерьма она взяла и ушла в отпуск. Слушайте, когда вот эту даму назначали на пост, мы в Саратовской областной думе высказывали большую критику. И я, как действующий депутат, выступая и озвучивая позицию свою как депутата, говорил, что главная проблема, в том числе данной кандидатуры, то, что она не является самостоятельной. Она, по-моему, если не ошибаюсь, это работник, слушай, я могу соврать, там была одна работница Академии права, где я учился, институт заканчивал, Саратовская сейчас юридическая академия она называется, вот. А вторая была, по-моему, сообщественной палатой, что ли, если не ошибаюсь, но не суть важна. И вот она как раз кандидат юридических наук, доцент кафедры. И я тогда высказывал, что человек имеет огромный юридический стаж, образование, потенциал, то есть это профессионал, то есть это огромные возможности у этой личности. Проблема в том, что весь этот потенциал будет направлен не на пользу общества, потому что человек не самостоятельный. Человек должен прийти и сделать те, там, какие-то решения, те действия, которые необходимы. Даже если это не понравится губернатору, даже если это не понравится председателю правительства, начальнику МВД, я не знаю, судье, блин, руководству и так далее. Потому что это задача вот этого общественного института. Кто такие уполномоченные? Когда-то российская власть сказала о том, что должны быть системы сдержки противовесов. Есть вот правительство, есть там комитеты, департаменты, отделы, службы, там, бесконечные вот эти контролирующие, курирующие органы, которые дублируют свои функции. Просто бесконечно делают одно и то же. Как Медведев говорил, а потом, все говорят, в материале, а потом разнотык и ничего не получается. И они создали еще одну чиновничью структуру. Уполномоченных по правам ребенка, по правам предпринимателей или по правам человека, как данная кандидатура. И эти люди должны быть независимыми. То есть их главная задача, что они должны, ну, есть же конфликт, да, есть власть, которая коррумпирована, которая использует свои возможности в личных интересах для обогащения. В общем, наживается, да, на нас с вами. А есть общество, которое должно каким-то образом власть ставить на место. Но у общества нету фактически возможности, кроме выборов и забастовок, да, и митингов. И вот, чтобы это делать легально, создали как раз вот этих уполномоченных. И уполномоченный должен стоять на страже интересов людей, а не со стороны власти. То есть он должен как бы уравновешивать вот эту ситуацию. А этого не происходит. Потому что они, они не самостоятельны. Чтобы понимали, у этой женщины зарплата, блин, по-моему, 150, что ли, у них. Короче, у них в бюджете закладываются деньги на функционирование аппарата. То есть уполномоченный, когда его назначают, он не единоличный. То есть там есть офис, там машина, помощники, там интернет. Короче, все, что нужно для эффективной работы. И деньги там колоссальные, просто огромные деньги. И при всем при этом, представляете, вот ситуация вышла на федеральный уровень. То есть это несмываемое пятно позора на теле власти. Еще одно пятно позора. И вот во всей этой ситуации, что уполномоченный говорит? Ну надо там реформировать. А как именно? Ну это надо думать, это надо размышлять. То есть уходит от ответа. Чтобы в неудачном свете не выглядела власть исполнительная. Представляете масштабы идиотизма? Вот все люди согласны, что это преступление, что должны нести ответственности виновные. Что власть в первую очередь должна признать, что это ее вина. И от нее это ждут. Она говорит, нет, я, говорит, самая хитрая, я так не поступлю. Знаете, до вот этой девушки на этом посту была уполномоченная правом человека госпожа Журик. И мы добились ее отставки. Я выступал не единожды на трибуне нашего парламента с требованием к Журик уйти в отставку. Требованием к губернатору отправить ее в отставку. К депутатам областной думы, соответственно, вынести ей единственный справедливый вердикт. Выгнать ее к чертовой матери. И мы смогли добиться этого. Мы смогли добиться. Ко мне обращались на прием граждан. Приходили люди, избиратели. И говорили о том, что, собственно, там семья с очень странным прошлым и настоящим. Там чуть ли не мошеннические какие-то там действия. Кто-то у кого-то какие-то деньги берет по абсолютно фальшивым каким-то аргументам. Прикрываясь несуществующим имуществом и так далее. Там какие-то миллионы и миллионы фигурировали. Ну это ладно, пусть этим правоохранительная система занимается. Но, тем не менее, аргументы были настолько весомы, что она была вынуждена, собственно, ее выгнали к чертовой матери с этой должности. И пришла другая. И выступая на трибуне в парламенте, я говорил, что я очень хотел бы ошибаться. Я очень хотел бы, чтобы вы делами сказали, что оппозиция не права. Что коммунисты ошиблись. Что Бондаренко вот просто опять вот в очередной раз все ругает и не хочет посмотреть вот на очевидные вещи. И я говорю, у вас будет возможность сказать, что я не прав. Но по итогу, мы видим сейчас по итогу, что мы оказались правы. И что люди, которые должны защищать общество, устраняются от этого процесса. Потому что для них их кресло, их должность важнее, чем, собственно, правда и справедливость. И в случае, если она действительно защищала бы людей, я думаю, что требовать ее отставки начали бы единороссы. Потому что это било бы по их интересам, по их репутации. А они такого не любят. У них все должно быть один к одному. Все должны быть в одной связке, в одной упряжке. Все должны в общем захлебе, порыве говорить, какая хорошая власть. И как у нас все идеально, и как все супер. А если возникают проблемы, от проблем надо отмахиваться, отстраняться. Ну что, собственно, и произошло.